Доброе утро, друзья! Я традиционно начинаю записывать видосики с парковки. Забыл вчера шлем. Ну, здесь безопасно у нас, поэтому можно не париться. Сегодня поедем кататься на Катюхином байке. Мне только зеркала, конечно, здесь не нравятся, я об этом говорил, но в целом он гораздо удобнее с точки зрения наших вещей. Отсюда гоупрошку кину сейчас. Что-то... Говорят, а я туда гоупрошку... Ай, сейчас кину. А я думаю, туда и две вместятся. Попробуем. Как тебе погодка? Классно. Красивое платье, тебе прям идет оно. Для Пхукета супер. Слушай, так удобно у тебя здесь, вообще. Прям завидую. Ехать всего 21 минута. Мы как настоящие туристы приехали на Биг Буду, поставили байк и сейчас будем смотреть это сооружение. Из интересных фактов. Биг Буду находится на горе высотой в 500 метров, высота статуи 45 метров и ширина у основания 25. Я хотела сейчас купить себе юбку, потому что у меня платье короткое. И ко мне подходит девушка и спрашивает, типа, у вас есть лук? Я говорю, нет. И она мне отдает бесплатно. Понравилась очень эта тайка. Вот такое необычное объявление. Иди по три. Да, вот так вот. И он звук будет издавать. Нет, прям, ну, типа, вот так. И тогда все сбудется у тебя. Самое главное, ради чего мы пришли. Биг Будда. Вот такая красота. Туристов очень много. Катюша пошла снимать таймворф вокруг Биг Будда. Не, больше всего интересен, конечно, вид отсюда. Он здесь обалденный. Просто лучший. Весь Пхукет как на ладони. Сейчас вам покажу. Вон Катюша идет. Ух, у нее терпения, конечно, хватает. Обошла полностью Биг Будду. У нее, наверное, прикольный таймворф получится. Ну, и зайдем внутрь, посмотрим. Кстати, я здесь, наверное, не был. Статуи прикольные. Три слова. Три слова. Три слова. Продолжение следует... Продолжение следует... Примерно так... Ну, ветрено... Еще я расстраиваюсь, что у меня на лбу какая-то аллергия выскочила... Либо из-за шлема, либо из-за того, что потело просто все, и я это вовремя не протирал... И плюс немножко запершило горло... То ли я где-то под кондензией замерз... То ли напился холодных напитков... Фико знает... Но надеюсь быстро вылечится... Температуры вроде нет... Спасибо... Возьму себе спагетти Микболс и горячий чай... Стоит 70 банков... Ну и паста... 215... Ты определилась? Нет... Хочешь еще... Я тебе очень понравилась макьято с карамелью... Да, оно здесь очень вкусно... Очень-очень вкусно... Мне принесли чаек... Ну и ждем основные блюда... Вот такой вкусный я буду есть... Вот этот хлебушек здесь знакомый... Ну нет... Ну нет... Ну хватит... Все, съешь... Да я упустила... Половину съела... Ну у меня сейчас идет рабочий день... Я только с Азонов выпрыгнул... У меня прямо они как с двух часов идут... Тру-ту-ту-ту-ту... Уже стемнело... Катюша опять герой... Сегодня доехала до торгового центра, в котором у меня не было... Как он правильно называется? Центруфестиваль? Нет? Центруфестиваль... 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 Ну давай, рассказывай... Оставить человечка вот этого? Или не надо, или убрать? Не, оставь... Оставить? Да, вполне себе... Ну что, расскажи... Офигенно, это центр... Я в восторге... Потому что там есть открытая часть... Ну то есть без крыши... Вокруг везде зелень... Очень много кафешек всяких... То есть есть отдельный фуд-хорд... Есть в принципе понатыканные кафешки по всему торговому центру... И там несколько кафешек... Там, где крыши нет... Под открытым небом... Там светит солнышко... Везде зелень... Так классно, столько магазинов... И весело, потому что тайцы постоянно что-то пытаются сказать... И впарить тебе... Ну да... И самое главное, я думала, что я немножко это... Чуть-чуть... И не смогу объясниться... Я иду сходу, спрашиваю что-то... Конечно, не всегда целыми предложениями, чаще хаштегами... Но меня понимали... Самое главное... И мне понравилось... Покажи покупки-то своей... Это что? Это байк... А, ну это вот белки... То, что в байк... Мы с тобой разговаривали... Зарядочка есть... Ну это я же это... Вот... Да... Катя сегодня... Ай блин... Кожа как слезла... Жесть... А ты пантенол, да, купила? Нет, пантенола у нее не было... Но она посоветовала какой-то крем... Ну... И... Эти... Пластыри... Все... Я вообще-таки у тебя не транжира... А я ничего не говорю... А то ты говорил... Типа ты сейчас там... Да не транжира, не транжира... И коврик купила... Я взяла только коврик и зарядку... Я очень сильно хотела себе Клоранс пару блесков найти... Но я не нашла... Но обязательно найду... Потому что на Пхукете есть магазин Клоранс... Я его нашла уже на карте... Просто в другом месте потом сгоняю... Ну завтра сгоняешь... Очень хочу... В России больше нету блесков Клоранса... Я их люблю... У меня был всего лишь один этот блеск... Но закончилось все... Мне очень нравится этот коврик... Такой мягкий... Да... Вообще... Из чего он сделан? Я не знаю из чего... Но почему я взяла такой... Потому что когда я была... У Саши Пасновой на этом... На девичнике... Йогари-трите... Да... Там такой же был мягенький... Мне понравилось, что руки не скользят... Ну когда делаешь там всякие... Ну вот завтра можешь стать и позаниматься... В 7 утра... Включить свою полосанто... У нас тут соседи, кстати... А, траву курят, да... Травушку-маравушку курят, да... А здесь воняет травой на этом... На балконе на нашем... А я им буду полосанто туда... Поджигать полосанто... Отмеска... От ветка... Ты мой манюненький... Блин, ноженька где у тебя... Ой, как больно, а... Было больно, да... Да представляю... Главное, чтобы это побрызгать... Потом еще пантенолом... Да у меня не пантенол, у меня кремушек... Я просто пальцем наносила... Ну клево... Мама, знаешь, что мне сказала? Что? Чтобы я не купалась, пока ты не заживешь... Это правда... Чтобы не разъедало... А то след останется, он тебе нужен такой... То есть я несколько недель не смогу купаться? Да... Ну мы постараемся сделать так, чтобы зажило быстрее... Но хочу тебе сказать, что здесь сраны заживают очень плохо... Очень плохо... Медленно... У меня один раз была... А если я? У меня один раз была ссадина где-то на руке... Очень долго покрывалась корочкой... А потом я в Россию приехал и за три дня она такая... Хоп... И все... А если ее пластырем большим и сверху еще вот так... Ну она должна, видишь, подсыхать при этом... А кремом зачем ее можно? Можем феном... А зачем кремом-то до мазюка? Ну я же не знаю, что это за крем... Кстати, там в аптеке был мужчина один, русский... Вот... И он пытался объяснить то, что ему нужны пробиотики не на молочной основе... Угу... И он пытается, берет переводчик и говорит, что пробиотики не на молочной основе... И ей там... Ну на тайском... Ну амиугу, да? Нет, на тайском ей говорят... Ага... Она такая... Пробиотик берет, короче показывает пачку... Он такой, еще раз, не на молочной основе ей показывает... Ну короче, не получалось объяснить... Трудности перевода... Да, да, да... И я стою, он у меня смотрит, что-то спрашивает русское... Я говорю, да... Вот... Он такой... Мне нужны пробиотики не на молочной основе... Я говорю, скажите просто без молока... А то не на молочной основе... Я говорю, может быть на тайский они переводятся... Говорю, просто скажите without milk... Он говорит... И продавщица такая... Ааа... Without milk... Ааа... И все... И дает пробиотики и показывает... Ну наверное, вак тоже правильно, если уж совсем по медицински... Не знаю, может быть... И она показывает... Without milk... Yeah... И он такой... Окей, беру... Ну то есть, короче... Не мог взять... А я подхожу, говорю про то, что я это... Ногу бернут... Пожалуйста... Пантенол мне... Ну на английском... Вот... Она такая... No panthenol... И дает мне крем... Ааа... Говорит сначала... Sun... Sun... И я говорю... No... Не Sun... Говорю... Байк... Показываю ей свою жопу... И дает крем... Блин, мне так нравится наблюдать за их реакцией... Они постоянно вот это... Ооо... Да... Это так смешно... Они такие эмоциональные... Вот... И она что-то сделала так... Ну типа... Меня пожалела то, что я обожглась... Дала мне этот крем... Говорит тоже... Спасибо... И пластырь попросила у нее... Вот... А потом этот мужчина еще подошел... Спросил... Ты блогер? Я говорю... Да... Попросил канал... Я дала... Ну я дала свой... Сказала... Ну лучше вот парня... Говорю... Смотрите канал... У него чаще... Я говорю... Выходят блоги... Подписку больше... А еще... Возле... Я вообще нормально там выгляжу? На полу располсталась? Нормально... Возле ТЦ со мной опять пытались познакомиться... Они в ресторан пригласил какой-то русский чувак... Ну он русский план не разговаривает на русском... Но внешность нифига не русская... Какая? Да я не знаю... Я не разбираюсь... Глаза очень большие... Он немножечко темноват... Ну чуть темнее чем ты... Нет... Короче ты сильно загорелый... Вот такой... Вот... Ну не знаю... Разговаривал на русском... Пригласил... Знаешь в чем весь прикол? Ладно когда просто со мной так вот знакомятся... Какие-то... Ну люди непонятные... Так он... Это... Знакомиться... Я говорю... Я сюда с парней приехала... Говорю... Не... Спасибо... А я женой и что? Я просто выпала с этой фразы... Говорю... Действительно... Что здесь такого? Вот... Ну короче веселая поездочка была... А еще я обратно пыталась... Блин сколько я тебе контента даю... Я обратно пыталась байк вытащить с парковки... Я очень-очень плотно припарковалась... Потому что места не было... У меня коврик вот этот... Между ног его пытаюсь зажать как-то... Он падает... Я пытаюсь вытащить этот байк ручками... Задеваю чешие зеркала... Думаю... Господи... Что делать? Подходит мужик... Раздвигает два этих байка... Таец? Ну да... Но он не на русском говорит... Да... Скороче таяц... Раздвигает два этих байка... Я выезжаю... И у меня этот коврик просто так падает... И укатывается... Он за моим ковриком побежал... Ну нормально выехал... Весело... А у меня созвоны были... Сейчас по местному 23 часа... Вайн коннекшн по идее уже должен быть закрыт... Но мы уговорили чтобы у нас приняли заказ... Сейчас Катя будет есть свои любимые ребра... Которые в прошлый раз попробовала... А я себе пиццу снова взял... Просто сильно не хотел ехать в тайскую какую-нибудь кафешку... И кафе это топ... Вайн мне очень нравится... Хотя конечно меня засрут... Какого хера я не ем на местную еду... Но... Не знаю... Наверное просто я вот перенасытился очень сильно... Сейчас мы покушаем... Нам уже тут напиточки принесли... Как обычно маракуйя... Я не изменяю своим принципам... Он сказал... Маракуйя... Коктейль... Она такая... Маракуйя... Он такой... Пашенфрут... Он... Ой... Сорри... Да... Пашенфрут... Она поняла... Я поняла... Просто здесь не называют ее почему-то маракуйя... Ну естественно... Само название на английском языке... А ну... Поэтому и говорил... Хотя слушай... Я видел на упаковках... На английском языке написано... Маракуйя... Если в России, то окей... А если здесь... Не страшно... Ну да... Это просто... Знаешь... Трудности к переводу... Ой... Какой кислый... У меня ж с нее не потекли... Хотя я напиток пил... Да? Кисло? Да... А у тебя есть такое... Когда ты смотришь, как люди едят лимон... Очень кислый... И начинает воротить... Не у всех такое... Вот у меня работает... Смотри... Лимонный сок капает по языку... Не надо... Такой прям... Кислый-кислый... Не надо... Реально слюна течет... Принесли нам еду здесь... Супер пицца... И вот они... Эти ребры... Мои мечты... В следующий раз тоже себе их закажу... А что такое вот эта вот салфетка? Это... Холодная салфетка... Если вдруг тебе хочется освежиться... Приколдесно, конечно... А это не кусачий, да? Ну... Слушай... Хрен его знает... Вот проверить... Нет... Чего-то не хочу... Спасибо... А? Балку... Надо брать его... Тебе не страшно? Нет... Не страшно... Здоровая, блин... Сейчас будет настоящая спецоперация... Я так полагаю... Вон тайцы идут... Ты только будь аккуратней... Да и не стой... Ну он проживет... Маленький... Что только не увидишь в Таиланде... Ну я со змеями так себе... Я их боюсь... Ну, платья пришли... Наверное, сейчас позвонят в департамент... Есть такие службы... Которые отлавливают змей... И возвращают их... Ну, обратно в природу... А, ну, мы могли бы им зазвонить... А, ну, мы могли бы им зазвонить... Слеп... 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 Букка... Букка... Букка, ты не смеешь... А? Букка, ты не смеешь... Живой, живой... Живой, живой... Он болтает... Он двигается, да... Не надо, мне надо... Да чего ты дергаешься... Давай... Давай, ползи... Стой... Козуй, козуй... А, окей... Сотоп, стой... Все приходят... вот он вон это его надо рано сзади давай толкать и он тогда и вот и он тогда будет туда уходить ой ну нафиг блин боже упасть я я змеи боюсь хотя смотрит мои видосики но я буду завершать этот влог классный день получился завершение тоже такое интересное встретили змею на найхарме поснимали все это дело часто ему сэвана может быть водички возьмем домой ну и все баню не завтра еще что-то придумаем но мы как-то знаете просыпаемся и адаптивно решаем куда же поехать заранее планы не строим это же таиланд сабай все друзья ставьте лайки дизлайки пишите комменты надеюсь вам нравятся эти видосы я особо не заморачиваюсь с монтажом самое главное вовремя выкладывать контент